здравствуйте дорогие друзья сегодня мы продолжаем показ пошива шубки и я хочу рассказать что я сделала за это время на данный момент шуба представляет вот такой вид у нее то есть прошит и перед и основная данным на данный момент у меня обработана уже шуба практически полностью осталось вот заметать обметать карманы и ну практически все я срезала со всех шубов фланель и все припуски зашила на две стороны иголкой вперед осталось тут мне немного оставил каких-то швов но в основном все также я сшила подкладку она представляет себя вот такое это шерстепон и подкладочная ткань получилось конечно тепло но как будет на улице себя навести будет видно но так как нынче нынче такая погода то может быть и в этом будет жарко я уже соединила рукава подшила еще конечно тут не везде меня вытащена наметка это все еще впереди на данном этапе у меня значит нужно сделать бород бород я уже приготовила но окончательный размер какой какой я буду вставлять я еще не сделала потому что борта вот только я вчера подшила борта я буду делать без подбортов вместо подбортов я буду использовать вот такую ленту так она будет выглядеть и сюда я буду нашивать кнопки кнопки у меня вот такие вот будет примерно так пять кнопок сейчас мне нужно сметать я сметалась сейчас мне нужно прошить хорошо хорошо все шои вывернуть руками и обрезать и немножко сделать нахлёст сюда на изнаночную сторону и уже потом можно пришивать воротник и можно пришивать вот такую ленту воротник у меня он сделан уже он представляет из себя двойной слой меха и туда внутрь вставлена один слой вот такого такой подкладочной ткани сразу с утеплителем и второй слой синтепон я его конечно еще просто на металла окончательно размеры будут известны после того как я приготовлю все борта и будем буду вшивать сейчас уже конечно очень мягко получается следующим этапом моим будет обработка низа вот так вот я оставила здесь ленту сам 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 сгиб как у меня будет приметоваться вот у меня сделано мелом как у меня сам сгиб здесь будет я чтобы не очень толсто было вырезала а вот эту ткань кусочек и оставила хотя у меня ткань и не тянется но наверное я его ее оставлю потому что потому что кроме вот этой ткани у меня дублироваться ничего не будет клеевыми и уже сейчас сюда я буду пришивать подкладку получится примерно вот так вот ну это первое дальше таким же способом я сделаю рукава подогну и пришью к рукавам шубы ну и потом будем заниматься делать кнопки и наверное еще на край воротника я буду пришивать я буду пришивать декоративную пуговицу во первых чтобы закрыть как бы воротник можно было закрывать а если я буду делать пуговицы то это будет конечно если буду делать петли то будет конечно не очень красиво а на такую тоненькую резиночку сделаю пуговицу ну может быть даже две там посмотрим и все и шуба у нас будет готова надеюсь она будет готова к новому году да еще хотела сказать что здесь у меня сделана стежка вручную потому что вот так у меня три полосы потому что когда я начала стегать на машинке вот это все такую сборку превращалась превращалась может быть надо было не по шелку не по подкладке краить стегать а по синтепону по шерстепону но тогда не видно было бы полос где мне стегать в общем я все бросила и простегала вручную она так практически не видно вот три полосы и также простеган перед тоже ну я здесь сделала две полосы вот так вот рельефы я не простегивала рукава я простегала тоже в трех местах руками три полосы думаю что будет все держаться на этом у меня все желаю вам всем заниматься шитьем и не бояться потому что говорят как говорят не боги горшки обжигают а при желании при наличии сейчас интернета все это очень можно себе позволить внимательно смотреть мастер-классы и повторять за ними и вы будете одеты на все случаи жизни ну а на этом все до свидания смотрите мои видео ставьте лайки пишите комментарии смотрите рекламу для меня это очень важно а с вами была бабка пчеловодка всего вам доброго